Всем привет! В данном видео покажу и расскажу, как можно слить масло с газонокосилки с четырехтактного двигателя. Итак, после того, как прогрели, можем сливать масло. Сейчас берем, откручиваем вот эту пробку, заливную. Также и плюс, можно через эту пробку контролировать уровень масла, а также и сливать. Сливать можно вот таким принципом. Покажу два способа. Значит, первый способ. Нам нужна будет бутылка пустая, вот такой шприц и кусок шланга, подходящего для шприца. И теперь делаем вот такую конструкцию, так сказать. Надеваем шланг на шприц, выкручиваем пробку, опускаем шланг на дно картера и при помощи шприца вытягиваем все масло из картера двигателя. Вот таким принципом. Когда масло уменьшается в картере двигателя, как видим, масло вытягиваем вместе с воздухом, поэтому труднее его доставать. Когда масло стало в картере меньше, поворачиваем косилку на бок и вытягиваем, выбираем, так сказать, масло. Все до последней капли. Вот таким принципом. Как видим, при помощи шприца мы выбрали, вытянули вакуумным принципом все масло. В картере двигателя косилки где-то масло лезет примерно 500-600 грамм. Зависит от самой косилки и мощности двигателя. Вот сколько было масла в самом картере двигателя и какого цвета уже масло, аж черное. Для надежности еще есть вот болтик. Выкрутить надо и посмотреть сколько осталось масла. Производитель рекомендует менять масло через 25 часов или хотя бы раз в сезон. Как видим, практически не текет с картера. Значит, масла уже нет. А теперь второй способ. Нужна вот такая емкость. Откручиваем заливное горлышко. Подставляем емкость в горлышко и переворачиваем косилку на бок. Как видим, масло красиво вытекает с картера двигателя. Вот и все. Теперь также откручиваем пробку и смотрим. Слили мы масло до конца или нет. Как видим, масло не текет. Слили мы его до конца. Закручиваем пробку и заливаем новое. Масло буду заливать универсальное 10В40 4Т. Для газонокосилок, для 4-х тактных двигателей универсальное. Заливаю 600 грамм. После того, как залили масло, берем пробку вместе с чупом и проверяем уровень масла. Итак, как видим, масло у нас уровень почти максимум. Закручиваем заливное и контрольное отверстие. Заводим нашу косилку. После того, как заведем, даем поработать минут 5. И еще раз меряем и убеждаемся, что масла достаточно. Как видите, такими способами можно заменить масло в косилке. Очень просто, быстро и на 100% эффективно. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok